Как применить иерархический кластерный анализ к номинальным переменным? В качестве двух переменных возьмем уже анализированные нами в одном из предыдущих видео, а именно в видео, посвященном анализу соответствий. Речь идет о следующих переменных. В какой мере человек устраивает жизнь, которую он ведет, и материальное положение его семьи. Это, конечно, ранговые переменные. Но, во-первых, рангов здесь не очень много, поэтому не факт, что его можно считать псевдоинтервальный. Во-вторых, метод применимый к номинальной шкале, применимый к ранговой шкале. Итак, мы хотим кластеризовать наших респондентов, 1612 респондентов, в пространстве этих двух категориальных переменных. Давайте сначала посмотрим на то, как объекты выстраиваются в этом двухмерном пространстве. Мы видим такое не очень дифференцированное распределение объектов. Визуально не создается впечатление, что здесь формируются какие-то кластеры. Посмотрим, можно ли математически установить некоторые группы респондентов. Применим для этого иерархический кластерный анализ. Как и любой другой метод, иерархический кластерный анализ в применении к номинальным шкалам имеет некоторые модельные предположения, некоторые ограничения. Их можно посмотреть в презентации на моем сайте, посвященном методам. Но ограничения не очень существенные. Самое существенное из них, пожалуй, то, что неустойчивое решение, но это беда многих методов кластеризации. Продолжение следует...